С южного побережья Мэйна мы двинулись ближе к парку Акаде, это мид кост Мэйна, и заезжали по пути в прибрежные города. Вот они примерно так выглядят, все это такие красивые гавани. А в Рокланде мы решили заглянуть еще на маяк, до которого нужно идти по этому гранитному волнолому. Он длиной около мили, и дети не захотели идти так далеко, остались играть с песочком и тала с ними, но я пошла сама. Идти нам 1330 метров вперед, так что приготовьтесь. Ой, это кажется баклан. Я долго за ней наблюдала, она ныряет и находится под водой минуту. Это просто что-то невероятное. И выныривает уже с рыбкой, иногда без. А вот и она. Кстати, Огон Квит я упоминала уже в прошлый раз, а так, пока мы ехали сюда, мы проезжали города с интересными такими названиями. Например, Дамари Скотта или Вискассет. Мы сейчас живем в городе Пенопскотт. Видимо, названия городов остались еще от тех времен, когда здесь жили Native Americans. Кстати, до сих пор в Мэйне живет 4 клана Native Americans, и они кочуют между Мэйном и Канадой. Когда мы уже были недалеко от нашего нового дома, мы проезжали по этому мосту. Он весь построен из гранита. И у него очень интересное такое строение. Мы решили сюда вернуться попозже. И узнали, что он был построен в рекордные 42 месяца, что для мостов такого масштаба оказывается очень мало. Еще он завоевал кучу наград за инновационные инженерные разработки. И когда мы сюда вернулись, оказалось, что можно в одну из этих башен подняться. Она в высоте 420 футов, что выше, чем Статуя Свободы. Прилично выше. Это примерно 128 метров. Вот вид. Там на 360 градусов вид открывается. Через стекло можно посмотреть. Слава богу, что через стекло. Очень было бы страшно. Рядом с мостом есть крепость Форт Нокс. И она интересная. В том смысле, что какая-то она неудачливая. Здесь американцы дважды проиграли морское сражение британцам. Дважды британцы завоевывали эту крепость. Один раз во время войны за независимость. И тогда американцы потеряли 43 корабля из 44. Это было самое большое военно-морское поражение США в истории до Пёрл-Харбора. После двух поражений они решили укрепить крепость. И пригласили сюда какого-то на тот момент ведущего инженера. Перестроили стены из деревянных. Сделали гранитные, как сейчас видите. И поставили кучу пушек. Влили сюда больше миллиона долларов. Что на тот момент были огромнейшие деньги. И в общем строили-строили, пока не закончилось финансирование. И так они и не доделали то, что хотели. Так что, говорю, какая-то крепость неудачливая. А та и вот изучает, как заряжать и как правильно стрелять из пушки. А ещё забавный факт. Почему-то верят, что здесь водятся привидения. И это при том, что ни один человек здесь не умер во время военных действий. В самой крепости. Так что это довольно странно. Могу сказать, что мы обошли всю крепость. Обошли все земли здесь. И привидений не нашли. А это статуя Тюленю Андре. Он знаменит в этих краях, потому что зимовал он в океанариуме в Бостоне. А весной его выпускали, и он плыл в Рокпорт. И каждый год такое повторялось. Больше 20 лет. На сегодня всё. Пока-пока.